Равшамбек Хатаков занимается земледелием со времен развала Советского Союза. Он начал сбор картофеля со своего участка в один гектар. Обеспокоен он тем, что в этом году урожая мало. Из-за частых дождей в апреле месяце большинство овощей подверглись заморозкам и стали непригодными для использования. В этом году из-за холода в апреле урожай картофеля слабый. У меня еще нормально, а некоторые вообще ничего не смогли собрать. Вдобавок к этому цены на клубе низкие, и не оправдывают расходы. В Вараванском районе земледельцы начали сбор урожая в конце мая. Собранный картофель отправится на продажу в города Бишкек и Ош. Если сейчас стоимость за килограмм не превышает 18 сом, то в прошедшие годы первый урожай картофеля продавали за 35-50 сомов за килограмм. В начале цена была высокой, выше 45 сомов. А когда многие, в том числе и я, начали сбор, стоимость резко спала. Мы, конечно, определили цену продажи, но урожая-то мало. Расходы на выращивание картофеля необходимы не только для посева, но и во время сбора урожая. Земледельцы нанимают работников, которым платят по 500 сомов в день. Сейчас земледельцам приходится не сладко из-за слабого урожая. Тем не менее, я уже 10 дней, как собираю картофель, и мне платят по 500 сомов в день. Убытки потерпели все, кто посадил картошку и капусту. В Араванском районе в этом году цены на капусту значительно низкие. Фермеры надеются быстрее собрать урожай, чтобы успеть засеять вторую партию. По их словам, важно не упустить период посева. Иначе из-за слабого урожая и низких цен они окажутся на грани банкротства. Показатели разные. Некоторые фермеры потеряли 50% урожая, другие – 20%. Это зависит от сорта картофеля. Те земледельцы, которые засеяли хороший сорт кубня, сегодня получают богатый урожай. А те, кто использовал картофель четвёртого или пятого поколения, то и сбор у них слабый. В этом году в Араванском районе картофель засеян на 1855 гектарах земли. Это больше на 105 гектаров по сравнению с прошлым годом. А на 2500 гектарах был засеян другой урожай.